какой-то свой опенсорс, легковесный сервер, не помню как называется, его ставишь, он будет эти джарники выдавать. Может это даже обычный HTTP сервер. Не знаю, надо выяснить. Ну такая информация, которую мне пользователю особенно очень-то неинтересна. Хорошо. Идем по этому URL. Что-то мне рассказывают, что он уже не работает, видимо. В данном случае есть предположение, что, вообще говоря, этот репозиторий... Логотип какой книги? Мама Маска. А, на Тайковске. Ну, да. То есть там какая-то... Это сообщество отношением с ним тяжело понять. То ли они дружат, то ли владеют друг другу. То есть когда все не за деньги, вообще все непонятно будет. В общем-то есть подозрение у меня, что там какой-то дневного своеобразный протокол поверх HTTP, из-за чего, в общем-то, это мое предположение, репозиторий понимает, что он спросил не маун, а он спросил браузером, и он мне рендерит всю эту галиматю с картинками, рекламой, со ссылками. То есть есть подозрение, что маун отвечает более как-то по-простому. Либо XML, либо... Не знаю. Итак, и тут, в общем-то, то есть я зашел браузером, и данный репозиторий мне специально, как для человека, все рисует. Ну, в общем-то, когда я указал вот здесь, что я писал? G-Unit, G-Unit 4.11. То здесь. G-Unit. Вот есть папка G-Unit. Нажимаю. Здесь есть G-Unit. Второй раз. Открываю. И есть версия. Вот моя версия 4.11. Да. В смысле, я что-то описал. Вся в деподенции 3 слова. И именно с этими 3 словами маун и пришел в репозиторию. Я могу легко у себя... То есть контора маун определила только стандартно то, как почта G-DB должен репозитория отвечать. И, видимо, они или какие-то их друзья, эти стана тайп, определили, написали, собственно говоря, такой сервер. Сейчас в интернете 100-500 этих серверов поднятых. То есть это то же самое. Тут я уже не разбираюсь. Я так понимаю, что у какого-то версии Linux, или у всех там же автоматом закачивается. Да. Та же самая идея. Ну да. Там тоже репозитория. Да. Вот здесь фактически она повторена только для джейлистов. То есть если мы глянем, например, у джейбосса есть свой репозиторий. J-Boss, Maven, репозиторий. То есть есть контора джейбосса. Которая выпускает свои проекты, в том числе, достаточно много бесплатных и с открытым исходным кодом. И они подняли свой собственный репозиторий, который выдерживает чудовищные нагрузки. Его часто подключают. И там, например, что получается? Когда джейбосс выкатывает очередную, например, версию чего-то, что все знают. Или вообще новую штуковину. То есть имя, допустим, можно написать джейбосс. Ну, группа E. Артефакт ID они вчера придумали, какую-то новую штуку. Так, вот. Что-то меня бросает, бросает. Давайте. А если здесь же джейбосс, по-моему, где? Не, это же будет. Мне нужен конкретный джейбосс. Позиторий. Это зажим. В общем, надо где-то поискать. Это джейбосс. Нексус, что-то, наверное, forbidden был. В общем, где-то есть джейбоссовский. А, вот. Репозиторий джейбосс. Орг. Нексус. Контент. Ну, поскольку мы видим, что разберут на джейбосс. Орг, значит, все нормально. Мне не обманывают. Да, обычно получается, что если детально начать прояснять, там куча репозиторий, они там все open-source, они то разворачивают, то гасят, это уже устаревшее, то не устаревшее. Ну, в общем-то. Это означает, что? Вот здесь. Если мы будем искать папку джейбосс в репозитории джейбосс. Да? Джейбосс. Да, мы увидим, что тут в папке джейбосс, то есть группа джейбосс. То есть с большой долей вероятностью это имя принадлежит корпорации джейбосс. Если кто-то бесплатно перед этим не захватил такое имя. И тут чертова уйма, собственно говоря, разных джарников. Это вот имя. То есть джейбосс что-то пропускает там? Джейбосс VFS. То есть группа ID джейбосс. Артефакт ID. Имя конкретного как бы джарника. Джейбосс VFS. Наверное, Virtual File System. Джейбосс Транзакции. Джейбосс Тестирование. Джейбосс Систем. Джейбосс Сериализация. Большая корпорация платит чертова уйма джарников. Наверняка самые свежие или наиболее полно представленные джарники от джейбосса, они вот здесь. Наверное, они вначале себе выкладывают. Остальные репозитории, в общем-то, каким-то образом себе пытаются это создать копию, перетягивать. То есть для меня вообще странно, какой смысл, например, у себя поднимать репозиторий. Для меня вообще смысл существования open-source-сообщества достаточно туманен. То есть люди работают бесплатно. Притом, что создать свой полноценный нормальный репозиторий – это очень большая проблема, потому что придется поддерживать и постоянно себе накатывать самое свежее, что выпустил Джейбосс, самое свежее, что выпустил Apache, самое свежее, что выпустил JetBrains, и потом бесплатно всем раздавать. И поэтому часто, то есть я по дефолту себе наследую этот супер-ксмл, в котором есть указание на один дефолтный репозиторий. G-Unit, HuntRest, Makita, все популярное там прописано. Серплет и GDBC там прописано. Но если оказывается, что мне нужно что-то специфическое, или же мне нужно что-то самое свежее. Вот только позавчера вышла новая версия, там, Connector G. То не факт, что в дефолтом этом Maven репозиторий оно будет. Тогда мне нужно найти какой-то репозиторий. У них централизованного управления вообще нет никакого. Надо найти какой-то репозиторий, где есть это свежая штука. Добавить себе вот здесь в секцию. Давайте попробуем. Ну да, я просто пытаюсь, наверное, выбрать, что такое экзотическое. Да, наверное, все дублируется. Человек-бабы на своем участнике. Попробуем. Живые. Профайлер, консоль. Нет, то популярная штука. Сейчас попробуем. Так. Консоль, ну вот давайте. То есть мы сюда добавляемся в депенденцию. Вот нам нужен такой джарник. Да, вот к нему путь. В общем-то, вот оно. То есть контора джейбосс. Опять же, эти имена никто централизованно не раздает. То есть скакиваешь первый, захватил имя и все. Получается, половина контор может считать, что джейбосс это эта контора. Красная, потому что еще не закачана и на самом деле Мавель не уверен, что такое вообще бывает. Так, теперь давайте. Так, нам же надо вызов, да? Да, да. Ну вот он начал что-то качать. Что-то слышно. И версия там была всего одна. То есть очень похоже, что эти ребята, мистер Заныч написали, выкатили и плюгрили на него. Больше его никто не поддерживает. И в Маммадо его нет. А? И в Маммадо его нет. Да, ну, штука, у которой всего одна версия с таким-то такая странная. Один, ноль, ноль. То есть очень похоже, как будто я сел, быстро написал Тулзу там на 20 килобайт. Ее никто не поддерживает, других версий нет. И вот мы говорим, что в центральном репозитории дудки нет. Поэтому я теперь должен себе, чтобы это все заработало, прописать. То есть как это обычно просто в жизни происходит. Теперь мне нужно пойти в этот, найти где-то в Суперпол видео. Все уже стер. Да, здесь получается, что современный Java-программист, на самом деле, он большую часть времени проводит, особенно при поднятии проекта, проводишь в этом, в Гугле. И тут надо ловко оперировать Гуглом, чтобы он быстро подсказывал, что-то в штуке. Так. Это мне неинтересно. Вообще не знаю, что это, угарит или какие-то снайшоты. Не хочет. Что-то не знаю, что оно бывает. Хорошо. И надо указать ему URL. Ну, тут, знаете, угадать этот URL самый, джейбоссовский. В какой момент, кстати, URL заканчивается. Ну, будем считать, что... И что такое за шелопа? Дальше это уже... Кубно-теризолт. Все равно кубно-теризолт. А показывает, что у нас на джейбоссов? А-а-а. Настраивать не будем. Ну, в общем, жизнь происходит. Возможно, я переключил тут дефолтный репозиторий. Не знаю. Чувствую, что там теперь надо как-то угадать этот путь. И в тот момент, когда он закачается, все начнет. Теперь. В чем хитрость? Если теперь я этот пункт закачаю в SVM, и другие программисты его выкачают, то они просто запустят билд, они даже не заметят, что теперь используется новая библиотека. Получается, я в своем модуле могу спокойно подключить какой-то джарник, только я его использую, другие программисты, в общем-то, об этом знать не должны. Я не прошу их в папку ЛИП положить джарник, добавить в класс пасс и так далее. Более того, из интересного. Я могу, например, мне нужна версия джейбосса джейбосса 4.8. Сейчас проверим, что все работает. Инкрементальная разработка. Что-то она подкащает. Не знаю, зачем качать. Я просто хотел. Вот ты М2 мне удалял? Удалял, но я же уже компилировал, не научался. Билдсаксесс хорошо, давайте еще раз. То есть время билда может вырасти в разы, если чем-то, да? Первого билда. Возможно, но в реакте. Может и есть. Итак, например, теперь я хочу не с таким версией джейбс, а с какой-нибудь, все такое, 4.8. То есть это из приятного. Да, пишет красное, ну что, локальное нет. Вызываю пэкэдж, просто прямый шелчок на пэкэдж, да? Да, да. Во, билдсаксесс. А 12-й джейбс нам вообще сразу показывают, как их импортируют. Ну, типс такой, скайп его, типа, давайте мы импортируем. А, у меня стоит 12-й, но как-то она, наверное, нестабильная работает. Так, и тут где-то написано, как он закачал, собственно говоря, наш... Вот, джейбс 8-жар он качал. То есть, походу, он нашел, вот где-то в интернете лежит джейбс 8-жар, и он его закачал. То есть, из-за этого получается все... О, о, чем досяг про красный. Все. Плохо, нет? Что было здесь? Проблемы в идее. Где-то он там, ну, интегрировался, интегрировался, но не доинтегрировался. Итак. Более того, из интересного. Если сейчас удалось пос... Что происходит? Он манеджит транзитивные зависимости. На самом деле, что он сделал? Он пошел куда-то. Мне нравится. Вот этот мне не нравится. Здесь такое и библию. Вот тут мне нравится, это все такое плоское, я вижу. Короче говоря, это другой репозиторий, но суть в том, что здесь, вот от моего JUnit 4.11, тут они выкладывают и JavaDoki, есть какой-то у них у Mavet назначить, вот MD5, ну, я могу закачать, это криптографическая хэш-сумма. А, там маленькая, все несколько байт. То есть, может Mavet закачать джарник, а может закачать хэш-сумму для данного джарника. Дальше из джарника тоже его посчитать и проверить, что оно пришло, его не бито. Есть и в MD5, и в SHA1. Лежат сердцы здесь, лежит скомпилированный джарник и лежит POM. То есть, у моей депенденции тоже есть свой полноценный POM, где она, читаем, тут какие-то странные поля, mailing list, вот куда димаин можно послать зачем-то. Название, 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 что тут, логины рассказывают, неинтересно. А, вот, G-unit, например, говорит, что он сам зависит от хам-крест-кора. То есть, у моей зависимости есть свой полник, где она говорит, что он тоже от чего-то зависит. От хам-крест-кора. Как это выглядит в жизни? Если я попробую использовать просто G-unit, я себе, в класс, в класс, скорее всего, я себе в папку лик подложил G-unit версии 4.11. Компилирую. Оно, скорее всего, даже скомпилируется. Запускаю, у меня в рантайме вылетает ругательство. Выглядит, как классно вот фаунт, какой-нибудь орг, хам-крест, матчер. После чего я выставил интернет с этим исключением? А мне говорят, что если ты используешь G-unit, начиная с версии такой-то, такой-то, то ему надо подложить еще такую-то липку. Я выставкаю эту в интернет, нахожу где-то эту липку, open-source, все везде лежит, никто не контролирует. Лучше всего качать, конечно, сайты G-unit, скажем, найти его, или сайт хам-креста, чей-то, там, по крайней мере, оно не битое там. Закачиваю, подкладываю, опять запускаю, это очень как выглядит. Цикл итерации, пока у меня классно фаунт, я выясняю, какой класс нужен, качаю, подкладываю, все. В данном случае получается, что Mawa автоматически манеджет транситивные зависимости. То есть, он раскручивает, он идет по стрелкам. Как уборщик мусора, то есть, достижимые объекты перебирает, так и здесь. Мой проект, допустим, там, имя ему, там, квиз-01, он зависит от G-unit, G-unit 4-11. Когда он его закачивает, он также качает его пол, читает. И это, чтобы говорить, а я завишу. Он, значит, Hum-Crest, Hum-Crest-Core, версии там какой-то, какой, 1.3. И в таком случае Mawa автоматически подкачивает и это. Читает его помник, смотрит, что ему надо. Читает, 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 и он так закачивает все эти зависимости. И потом он, если бы я использовал только G-unit, он, тем не менее, компилятору в ClassPass подложил бы и G-unit, и вот эту штуку. А я бы, как бы, даже не заметил. Так он не доскладывает в папку RIF. Нет, он все закачивает. У меня есть локальный... Сэ, ну там, это, по-моему, можно переписывать, но по умолчанию такая папка. Моя папка. Сэ, пользователи Ваха. Ну, я зашел под Вахой на ноутбук, да? Там точка M2. Потому что сейчас у Mawa вторая версия. Вот там. То есть у них какое-то было большое изменение, и поэтому они стали называться Mawa M2. При этом POM у них версии четвертой. То есть они модифицируют что-то, придумывают новые для XML, добавляют какие-то поля, слои, теги, атрибуты. И он сюда закачивает. Да, вот, кстати, JBoss. Он заказал, пытался, а не смог закачать почему-то. Какой-то рассказ. Last updated. JBoss он не показал. Вот, Junit. Вот появился... Перед этим было два Junita, да? А теперь три. Я просил 4.8, он сюда закачал. Вот мы Junit. Jar. И он указывает просто-напросто компилятору, что брать отсюда. Он не копирует в папку LIM. Поэтому проект, в общем-то, не разрастается. Это локальный кэш. То есть получается, что Mawa запущен на этой машине. У него в POM.xml по дефолту указана какая-то ссылка на один глобальный репозиторий. Вот, значит, центральный Mawa-репозиторий. Мы можем прописать ссылки на другие места. Явно. На JBoss-овский репозиторий. Когда он дозаканчивает, он... То есть все это можно переписывать. По умолчанию не работает так. На реке там покажем какие-то плагины. Можно какие-то передать параметры. То есть в Google и в помощь. То есть можно за подробную заставить его работать. Но по дефолту он все это закачивает. И в локальную папку .m2, в моей директории, в папке Vaha, он все это складирует. И вообще реакон работает. То есть он приходит, смотрит. Если это есть в локальной папке, он отлично. Он прямо компилятор указывает сюда на паспас. Если его нет, то он идет в свои пенчины и депозитории в порядке и пытается закачать из них. Для деплоя, на самом деле, он нужно идти. Для деплоя, что значит? Сделанный проект надо выходить. Здесь посмотрим на несколько фаз. Там справа колонка. Там есть тест, инсталл, компайл, клип. И там одна из фаз, надо к ним подключиться. То есть по умолчанию, вообще говоря, он ничего не деплоит. Он как бы не знает. Если мы к этой фазе сейчас посмотрим, когда подключился к одной из фаз, то мы можем сказать, что в этой фазе, когда тебе класс, ну там, пэклэдж, например, или инсталл, или ассембли, сделай что-то еще эдакое. Он заканчивается, складирует сюда. И поэтому первые запуски длительные. Бывает, что по 10 минут сидишь, ходишь, пьешь чай. Если здоровый проект на работе пришел, он может 20 минут качать. Обычно столько зависимости все-таки нет. Ну, 100 метров, жарно, ну, быстренько. Как делают компанию? Как приходится надо делать? Пункт первый. Наша контора, да, есть такая штука, инсталл. Я тогда объявляю свой проект в Мавне. Смотрите. Я сам для своего проекта сказал, что я буду нет головач. Мавн экзаму версии 0.1. Вот я в репозитории. Папки нет. У меня есть такая штука, как инсталл. Это фаза. Нажимаем стал. Опять что-то качает. Он, смотрите, умалываяность, два типа сущности, которые качают из интернета. Первое, это мои депенденции. Я просто сказал, хочу JUnit версии 4.11. Он идет в свой репозиторий, качает JUnit. Качает POM, а JUnit говорит, а я хочу Humcrest Core версии 1.3. Он идет, качает. Но, кроме того, Мавн еще расширяется плагинами. В чем эти плагины, он тоже, в общем-то, хранится в интернете. То есть, если мне нужно нечто эдакое, я хочу нагрузочное тестирование с каким-то подперевывертом. Если я нашел, что Мавн это делает, мне нужно знать, каким плагином. Я Мавну говорю, Мавн, потом имя плагина, имя цели. Давай. Мавн говорит, что это за плагин такой? Дважды, трижды нагрузочное тестирование. Он идет в репозиторий. Мы видели SuperXML, там два репозитория. Плагином и депенденции. Чаще всего они в одном месте лежат. И я туда закачиваю этот плагин. То есть, это просто какой-то тоже джарник. С какими-то интерфейсами он как-то понимает, как-то его говорит. Давай, мне попросили, чтобы ты нагрузил проект. И эта штука грузит. И в этом часто, кажется, необычное, попросишь Мавна, вот он просит, он просит, то есть, свои плагины подкачивает. В общем, сейчас, контрейник идет пауза. В общем, это он подкачивает собственные плагины. Итак, попросим встал, он сказал, окей, смотрите. Появилась папка org. Появилась папка нет. Net. Не головач. Мавен экзампл, 0,1. И лежит мой джарник. Ну и пом, и джарник, вот. Это, собственно, джарник. Вот мой скомпилированный класс. Это такое первое действие. То есть, я могу свой собственный проект рассматривать, как, например, множество каких-то библиотек и файлы, и какие-то мощные штуки, которые эти библиотеки используют. Как это получается? Например, у меня будет сайт джар, сайт вар. Да, эту штуку поднимаешь в том кэте, и она выглядит как сайт. И будет у меня админка. Админ вар. И поднимаешь в том кэте, и она выглядит как админ, как сайт. Вообще по-другому выглядит, это мы не пользуемся. Я прямо там, зайти и заблокировать кого-то. Я свои сердцы делю на многомодульный пом, рассмотрим в следующий раз. На примере нашего проекта. Внедрим уже, и все. И вот тут могут лежать классы, которые относятся, например, к DAO. DAO нужны теми, другим. Тут лежат gs-пехи, тут лежат gs-пехи. И какие-то классы. И папка еще в бинот. Которая тоже нужна обогнать. То есть я могу свой собственный проект рассматривать, что это не просто будет здоровенная куча классов, 300 классов. А я их подниму на какие-то логические группы. Могу скомпирировать отдельно джарниками. В данном случае, у меня, когда я вызвал install, весь мой проект состоящий из одного класса скомпирировано, и оно положило в локальный репозиторий. Таким образом, в общем-то, да, такой же так. То есть есть локальный, совсем локальный репозиторий, есть удаленные репозитории. Но не конторы делают так. Вот это граница конторы, они тут у себя поднимают свой, не знаю, называется, в общем, в локальной сети свой репозиторий. И, например, контора решила использовать какую-то утилиту, которую написали на соседнем проекте. Они вот делают этот как бы install, малый на автоматах генерит все это правильно, только они говорят, не локальный установить, а вот сюда. я изобрел как раз классную тузу, которая хорошо работает с XML-ами. Если я сделаю встал в этот репозиторий, то снаружи никто не узнает. Я свой под не расшариваю. Но зато другие программисты, если я передам вот эти свои группы ID, артефакты ID, версию своей этой тузы, а у них на машине прописан адрес вот этого репозитория, который внутри конторы и снаружи вообще не виден. Да, они, конечно, на цифра указывают, и еще на наш личный. Получается, программисты, то есть MAP выводят некоторую спецификацию, как программисты могут обмениваться кодом совершенно автоматически через вот такой репозиторий. То есть MAP это уже как бы тот край, когда это еще программирование, но уже достаточно сильно напоминает вот такие менеджерские задачи. Ну, он, например, говорит, значит так, если ты хочешь поделиться кодом с кем-то, ты не просто взял ему Ctrl-C, Ctrl-V, нет. Он просто помогает это делать. Ты не то, что как-то там сжал все джарником и отдал ему. Ну, ну да. Они говорят, не так, ты придумай тому, что ты дашь кому-то, имя. Ваха XML Утиллс. Он говорит, прислой ему версию. Обычно это 1.0. И теперь получается, я при помощи MAP, или вручную, уже не важно, сгенерировал это, мы это положили в шарик репозиторий, и они у себя в POM XML я прописал, я закоммитил POM XML, они когда делали апдейт, получили POM XML, и у них автоматом накатился мой джарник, и они его используют. Если вдруг я сделал апдейт, я починил какой-то критический багфикс, тогда я, тут у меня лежал версии, значит, там, Ваха XML Утиллсу, Ваха XML версии 0.1, а я теперь у себя переписываю, что версии 0.2, делаю install, и сюда коммитится новый джарник, новая версия, старый не пропадает, оставляется авторой. Дальше в корпоративном POM XML, прописывающем нашего здоровенного проекта, теперь требуется Ваха XML Утиллсу на версии 0.1, а 0.2. Когда они апдейтят, у них мало на автоматах, выкачивает другой джарник. То есть, если используют новый POM, ну, понятно, то есть, POM является частью проекта. То есть, это тот случай, когда настройки моей IDE не являются частью проекта. То есть, ни в коем случае нельзя в системе контроля версии коммитить то, что там IDE набросало своих там GIMPLO, или там Eclipse каких-то файлов набросал. Хотя там на самом деле часть ваших настроек. А вот POM является частью проекта. И вообще говоря, в большинстве современных проектов все зависимости прописаны в POM. И он, его коммитер, он обязан лежать вот здесь, ну, в системе контроля версии. И когда апдейтится, то автоматом человек даже не замечает, и ему автоматом подкачается, старое больше не будет использоваться, подкачает свежая версия Ваха XML Утиллс. Таким образом, то есть, меня заставляют, если я хочу внутри компании распространять какой-то свой код, какую-то общую утилиту, то обычно как делается? Мы придумываем для своей конторы какое-то имя. Вот он, My Super Company. Это группа ID. Потом каждый уже как хочет, главное, чтобы сильно не конкретовал, для каждой своей утилиты придумают какое-то имя. SuperXML Утиллс и версию. Может прописать в POM, как он должен располагать на внутрикорпоративном репозитории. И теперь это может прописывать в POM-XML любого проекта. Мало-автоматом подкачает, у человека получается появляется этот код. То есть, надо понимать, что это просто технические программистские шаги, но которые уже очень близки собственно к менеджменту проекту. То есть, к тому, как надо управлять кодом, повторным использованием, общением между программистами и так далее. Так, давайте перерывчик сделаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.